Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас влог, и влог буду снимать не одна, а вместе со Скватимой. Она с минуты на минуту сейчас должна прийти, и мы начнем снимать для вас мукбанг, даже два мукбанга. Перешел! Прикиньте, это не она. А, я уже испугалась, думала, что, может, соседей? Привет! Скватима вошла в час. Что у нас здесь готовится? Здесь у нас баклажанчики, и еще мамочка мучок приготовила, наверное, для пати. И самое главное, здесь сокровище. Ссылочку я вам оставлю внизу, как приготовить в домашних условиях шашлычок. Без дымка, но очень вкусно. Смотрите, значит, наводит красоту. Посмотрите, какой пучок она собрала. Да ты прям молодец, слушай. Сейчас подводит губы. Вау! Вау! Так вот у нас получилось. Кулек в этом зале. Ребят, я очень извиняюсь за то, что отвлеклась. В общем, здесь у нас такой шашлычок. Здесь у нас айсти. И бокальчики. Красота! Спасибо, мамулик! Спасибо, что нас кормишь, во всем помогаешь. В общем, вот так вот. Здесь у нас вентилятор. Я знаю, что это очень стильно, очень в тренде сейчас, чтобы вот прям вентилятор был везде. Вот. Фатя, кстати, не взяла камеру. Я говорю, Фатя, снимай на телефон. Какая разница, какое качество. Главное, чтобы было видео. Вот. Я надеюсь, что вы же его посмотрите. Фатя, тут все говорят, что они посмотрят этот влог, если даже ты его снимешь на телефон. Посмотрите, да? Да, они так сказали. Они сказали, и я не слышала. А, теперь услышала. Я подошла поближе и стала смеяться. Они обещали, что они посмотрят твой влог, даже если он будет снят на телефон. Хорошо. На канале Айхи Айкук и наш любимый чай. Я ссылочку оставлю. Запах. Я ссылочку оставлю. Оставлю, оставлю. Я подумала, а ты про себя. Ну все, мы уже сняли одно видео. Получилось интересно, не особо смешно, но информативно, так скажем. Я переоделась вот в эту кофточку, чтобы было хоть какое-то разнообразие. И сейчас мы будем кушать алчу. Уже все подготовили. Такая сочная алча. Я просто обожаю, но она сейчас стоит очень-очень дорого. Но я решила, я же не для себя, я для видео, я ради контента. Поэтому могу себе позволить. Правильно. Короче, здесь я монтирую видео. Все, Фатя, скинулось твое видео. Ты можешь забрать свою флешку. И посмотрите, как живут олигархи. Коротко о том, скажи привет смертным людям. А здесь у нас видео, как едим алчу. Я смотрю и монтирую, и мне опять хочется алчу. Смотрите, как у меня выражение лица здесь. Очень интеллектуальное. У нас в Апее. Как вы думаете, кто это лежач, вы телень? Это? Сама-то теленья, страняшка. Спит мой бубсик здесь. А у нас, кстати, видео готово. Помнишь, в прошлый раз, когда я монтировала видео, а ты спала, наше видео набрало миллион? Это хороший знак. Хорошо, мне-то надо спать. Зови меня, я поскру, пока ты монтируешь. А наше самое младше. У нас это хорошая примета. Надеюсь, что это видео наберет много. Пупсик, спи. А я думала, это твои ноги. А я думала, ты шашлык поставишь. Говори тихо, потому что Вадя спит. А я монтирую. Почти закончу. Осталось ничего. Фу, не заметила, как стало темно. Вадя. Нет, она не спит. Вадя, ты не спишь? Она не спит. Кстати, на ее канале тоже будет влог. Переходите и смотрите влог тоже, я там. Короче, я переместилась в свою комнату, чтобы позволить Фаде нормально спать. Вот, она очень устала с работы. Спала буквально три часа. Бедняжка, честно, очень трудится. Вот, мы хотели с ней пойти на шопинг, но так получилось, что я отправила смс сегодня утром. И нам дается смс на три часа. И получается, что я свои три часа уже истратила. Я, в принципе, могу выйти на улицу, но меня могут оштрафовать. Я подумала, зачем мне рисковать. 18 числа снимают все ограничения. И все, у нас карантин заканчивается. Рестораны все открываются и все дела. Вуаля, гуляй, не хочу. Вот, мне просто из одежды нужно много чего купить. Я хочу брюки. Вот у меня есть красные брюки, если вы знаете. Я сейчас покажу вам их. Хотя нет, они в стирке, не покажу вам. Вот, я хочу такие вот брюки себе купить. Пару футболок, да и вообще кисти. И я хотела все это заснять вам, потому что знаю, что вы очень любите влоги именно с шоппингом, не просто дома. Дома неинтересно. Вот, что показывать дома, я сама не знаю. Поэтому шоппинг-влоги, они хорошо набирают. Я знаю, что и вам нравится. Поэтому я хотела снять, но, к сожалению, не получилось. Я боюсь, что меня штрафуют. Вот, поэтому Фатя спит. И скоро она пойдет домой. Я буду для вас монтировать и выкладывать видео. Сейчас первое у нас пойдет видео про Алчу. Она сейчас уже загружается на YouTube. Осталось 4 минуты. За эти 4 минуты я должна сделать обложку. И вуаля, готов. Все, видео уже загрузилось. Конечно, можно понюхать и пощупать и все, что хочешь. И Фатя такая встала. Я переоделась. И мы сейчас пойдем пить чай. Она, как всегда, лапает коспетик. Я начала пользоваться этим хайлайтером. Мне он нравится. Мне тоже нравится. Классный. Вообще, эти пончики, они очень милые. Так как вода прямо с этой красоты. Очень классно передливается. Спрей. Спасибо, что я за счастье. Какой у меня порядок. Я все это снимаю и еще выкладываю в интернет. Демонстрирую всем, как классно у меня все. И, пожалуйста, спрей. Почему? Не знаю. Вы такие красавицы с таким освещением. Ладно, пойдем пить чай. И все это снимаем. Снимаем. Мама, у нас есть чай. Нет, ты чай. Нет, ты чая. Будет. Сейчас будет. Сейчас я заварю. Ненавижу заваривать чай. Ненавижу. О, здесь есть. Нам уже двоих хватит. Мам, ты чай будешь? Нет, это нахрен. Чего нету? Почему Джеффри Стар выпустил такую скучную палетку? Я думала, она будет изумрудная. Какая-то кремайтерная. Почему? Очень классно. Для любителей серого, мне кажется, очень классные оттенки. 50 оттенков серого. Я люблю вообще палетки, где однотипные оттенки. Это то, что я думаю. Ну, я думаю, что люди, которые покупают Джеффри Стар, им не самое главное, чтобы эта вещь была универсальная. Им главное, чтобы Джеффри Стар. Да, им главное, чтобы это был Джеффри Стар. Реально, хорошее качество. Это как для Фати. Главное, чтобы была Настюша. Да. Настюша, к сожалению, на моих жирных веках плохо держится. Это у меня такой стаканчик. Здесь написано Эка Эмили. Правда, вам не видно, потому что у вас зеркалит. Вот кажется, что я левша, а это на самом деле... Ой, кажется, что это... Короче, забейте. Вы поняли. Я хочу шоколадку. Я тоже хочу. У нас нет шоколадки. Я хочу печеньки. Печеньки ни с чем. Вы сами пекли? Нет, это купленные. Нам принесли. Тогда дам... Что-то вкусненькое нам не принесут. Знаете, у меня в холодильнике всё самое невкусное. Например, у меня здесь йогурты без ничего. Йогурты без никакого вкуса. Ну хорошо. Это просто кефир. Это не вредно. То есть, ну это невкусно просто. Что ещё? А, у нас осталось два этих... Какие-то с мясом. Хочешь? У нас была шоколадка. У нас была шоколадка чёрная. Здесь крем, который остался в сватином виде. Хочешь? Нет, там уже ничего нету, по-моему. Он пару раз прям его... У нас ничего нету. Мам! Мам! У нас есть шоколадка? Там нету? Не. У нас же была альпингольд чёрная. Вот, я нашла. Я нашла. Я добытча. Короче, ребят, Фатимочка уже ушла, к сожалению. Я сейчас сижу и смотрю свой заказ. Я вам в инста-истории показывала, что я закинула в корзину, по-моему, 8 или 7 чехлов. И хотела их заказать. Но Фатя меня отговорила. Она сказала, что её посылка до сих пор не пришла. И некоторые посылки с Алиэкспресс, они до сих пор не доходят. Поэтому не стоит рисковать и делать заказ. Ну, просто здесь настолько мимимишный. Посмотрите на этот чехол. Ну, не прелесть ли он? Вот, мне очень понравился. Здесь также... Я не знаю, вам будет ли хорошо видно или нет. Мне понравился ещё вот этот вот. Вообще, мне нравится подобный орнамент. Смотрится обалденно. Но я однажды заказывала на Алиэкспресс. Такой нежно-розовый. И он потом испачкался, я его не смогла отмыть. Поэтому немножко очкой. Но за такую цену почему бы не взять. Вот. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если не трудно. Доходили ли вам посылки с сайта Алиэкспресс за последнее время? И были ли какие-то проблемы с возвратом денег, если что? Просто я здесь делаю заказ на 12 долларов. Конечно, сумма небольшая, но всё равно жалко будет её потерять. Вот. Такие вот штучки. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я уже потихонечку ложусь спать. Всем спокойной ночи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok